Доброе утро на 12 канале. Час новостей в студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. Засуха и лесные пожары. На Омск надвигается 30-ти градусная жара. Финансовые прятки. На Нателлу Полежаеву завели еще одно уголовное дело. За палки в колеса. 4 года тюрьмы. Для водителей, мешающих проезду скорой, ужесточат наказание. И звезда НХЛ в Омском клубе. Авангард может пополнить нападающий Вашингтон Кэпиталс. Ни капли дождя. Почти до конца июля в Омске будет 30-ти градусная жара. Вверх столбики термометров поползут уже сегодня. Синоптики обещают до плюс 29-ти. В ночные часы будет не ниже 20-ти градусов. Кроме того, до 25 июля дождей не обещают вовсе. Так что вполне вероятно возникновение засухи и лесных пожаров. Омичей просят соблюдать требования безопасности и не проводить много времени на открытом солнце. Нателла Полежаева стала фигуранткой еще одного уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве со страховыми взносами. По версии следкома, директор санатория «Рассвет», зная о наличии задолженности, скрывала деньги своего предприятия. Давала указания о проведении платежей на сумму 3 миллиона рублей в обход расчетных счетов Центра реабилитации. И тем самым уклонялась от перечисления средств во внебюджетные фонды. Напомню, сейчас Нателлу Полежаеву обвиняют в невыплате заработной платы и неисполнении решений суда. Среди пострадавших 81 работник. По данным следствия, Полежаева задолжала 3 миллиона 700 тысяч рублей. Поэтому обвинению ей грозит до трех лет лишения свободы. Какие изменения ждут главный финансовый документ региона? Пакет поправок в бюджет Омской области сегодня рассматривают депутаты законодательного собрания. Параметры документа планируют скорректировать в связи с дополнительными поступлениями из федеральной казны, а также за счет собственных доходов. Напомню, в первом квартале этого года бюджет региона оказался профицитным. Доходы существенно превысили расходы на 2,3 миллиарда рублей. Будут в повестке заседания и другие темы. Депутаты обсудят вопросы семейного образования, охраны окружающей среды и ограничения продажи несовершеннолетним электронных сигарет. За помеху скорой грозит тюрьма. Госдума приняла поправки в закон во втором чтении. Согласно документу, если пациент погибнет из-за водителя, не пропустившего скорую, то последнего могут осудить на 4 года. В случае причинения тяжкого вреда здоровью автолюбителю будет грозить штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Также авторы законопроекта предлагают увеличить финансовое наказание для тех, кто создает помехи для машин всех экстренных служб. С 500 рублей до 5 тысяч. Амичи смогут выявлять фальшивые купюры с помощью мобильного приложения Центробанка. Оно позволит вычислить грубые подделки банкнот номиналом в тысячу, две и пять тысяч рублей. Купюру можно будет найти в каталоге, узнать год образца и модификации. Гарантировать подлинность приложения не будет, зато расскажет, по каким признакам ее можно определить. Это может быть проверка на просвет или изменение угла наблюдения. Особенно это будет актуально для проверки банкнот, которые недавно поступили в обращение. К примеру, для вычисления фальшивых двухтысячных купюр. Банкноту выпустили в 2017 году и фальшивомонетчики стали подделывать ее все чаще. Омские полицейские ищут 13-летнюю Дарью Белову, пропавшую в Чкаловском поселке. Школьница ушла из дома накануне вечером. Об этом в полицию сообщили родители. Известные приметы на вид девочки 13-14 лет, телосложение среднее, волосы русые ниже плеч. Была одета в джинсовый костюм и красную футболку, балетки синего цвета. На левом предплечье у ребенка есть большой шрам от ожога. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию по телефону 79-34-02 или 02. Легендарную военную технику времен Великой Отечественной войны восстанавливают на Омском заводе транспортного машиностроения. Из Мурманска к нам доставили один из сильнейших танков того периода С-2, названный в честь вождя народов и созданную на его основе самоходную установку, известную как «Зверобой». Подобные машины сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно при штурме городов. Образцы, над которыми трудятся специалисты Омского завода, без особых повреждений, но они не на ходу. Оригинальные двигатели не сохранились. На трансмаше намерены максимально восстановить внешний вид техники, которая после реконструкции займет почетное место на танковой аллее Омского автобронетанкового инженерного института. Добавлю, что недавно на заводе реконструировали еще один легендарный танк Великой Отечественной Т-34, чье участие в параде в честь Дня Победы в этом году стало настоящим украшением праздника. Снять квартиру с видом на море и не разориться эксперты назвали курортные города самым дешевым жильем. Туристы смогут сэкономить на аренде квартир в Туапсе и в Патории. Здесь однушка у моря обойдется от 1400 до 1700 рублей в сутки. А самыми дорогими городами стали Сочи и Ялта. В первом случае однокомнатная квартира будет стоить в среднем около 2000, во втором на 300 рублей дороже. При этом стоит учитывать, что и наценка за вид из окна в разных городах отличается. В Туапсе это 8%, а вот в Судаке 52%. Впрочем, даже такие цифры туристов не пугают. После открытия движения по Крымскому мосту турпоток вырос на 30%. Побил в прошлом году туристический рекорд и Краснодарский край. В 2018 он принял 17 миллионов человек. Билеты на международный фестиваль фейерверков и вкусные призы за один снимок. Наша телекомпания совместно с Радио Шансон в Омске проводит конкурс и уже есть первые победители. Для того, чтобы получить подарок и признание на страницах в соцсетях, необходимо выложить семейное фото. Прикрепить к нему нескучную историю о том, чем необычны вы и ваши родные. Соревнования запустили всего неделю назад, но в редакцию уже пришли десятки снимков, а с ними стихи и даже песни. Конкурс продолжается о первых финалистах, расскажет Наталья Бельская. Рабочий день генерального директора Радио Шансон Омск Игоря Заверюхи уже неделю начинается с просмотра фотографий. Страница 12 канала в соцсетях пестрит снимками. Омские семьи делятся лучшими кадрами. Перед сотрудниками непростая задача выбрать самый трогательный. Когда запускали конкурс, на самом деле не ожидали настолько большого количества теплоты, семейственности, очень глубокой, настоящей, чистой и искренней. Фотографий было много и выбирать было действительно сложно, потому что каждая фотография, каждая семья, она отражает самые-самые ценные для нашего русского омского человека. Участники конкурса размещают фотографии на странице 12 канала ВКонтакте. Блог «Моя дружная семья». Но важно не только удивить снимкам, но и фамильные истории. Членов жюри, семейные журналисты 12 канала и Радио Шансон. Победители определяют раз в неделю по средам. Подарки – недельный запас молочной продукции от Лузинской крыночки и три билета на супершоу – международный фестиваль фейерверков. 3 августа лучшие пиротехники из нескольких стран соберутся в Омске, чтобы озарить небо супермощными и впечатляющими залпами. Прежде чем пиротехники начнут соревноваться в своем пиротехническом шоу, мы еще будем для людей проводить интересную музыкальную интерактивную сцену, где можно будет послушать отличную музыку, принять участие в конкурсах, получить интересные призы и подарки, и уже настроиться именно на то вечернее представление, которое озарит омское небо всеми возможными красками и оттенками. Победителями первой недели конкурса стали Наталья и Анатолий Кравченя. О своей семье они рассказали в стихах и песнях. Новость о победе им уже сообщили, правда пара с детьми сейчас отдыхает на Алтае. За призами приедут позже. Очень рада. Времени на подготовку немного ушло. Мы часто участвуем в подобных конкурсах только по всей России. В Омске как бы первый раз я видела такой конкурс. Сразу увидела как бы мысль как бы поучаствовать. Фотографии можно размещать на сайте 12 канала до конца месяца. В следующий раз победителей назовут 17 июля. Все призеры конкурса встретятся в день города. 3 августа в парке на Зеленом острове. Там, где зажигают звезды. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгевченко, 12 канал. Проведут царские дни на Омской земле. Сегодня в городе стартуют памятные мероприятия, посвященные 101 годовщине со дня смерти последнего российского императора Николая II и его семьи. Они будут длиться неделю. Открытие состоится в 16 часов в историческом парке. Здесь амичи смогут посетить выставку, посмотреть фильм и послушать концерт. А самым масштабным событием царских дней станет крестный ход от Успенского собора до поселка Новоомский. Он пройдет в ночь с 16 на 17 число. Верующие в память о гибели Николая II и его семьи поучаствуют в божественной литургии, а после преодолеют 23 километра. Протяженность их пути будет аналогичной крестному ходу от храма на Крови до Ганиной ямы в Екатеринбурге. Авангард усилит еще один игрок НХЛ. Вслед за Свеном Андригетто контракт с омским клубом готов подписать Дмитрий Яшкин. 26-летний хоккеист родился в Омске, но начинал играть в Чехии, откуда перебрался за океан. Всего на разных уровнях нападающий провел 760 матчей, забросил 227 шайб и сделал 241 голевую передачу. Минувший сезон он играл в составе Вашингтон Кэпиталс. Форвард выступает за сборную Чехии, поэтому в случае перехода в Авангард будет считаться легионером. На данный момент у ястребов как раз свободна одна легионерская позиция. Помогли тысячи детей выбрать подходящий вид спорта. В регионе подвели первые итоги федерального проекта «Стань чемпионом». Омская область стала пилотной площадкой, где открылись сразу два центра тестирования. Они работают на велотреке и в легкоатлетическом манеже сибирского нефтяника. Здесь дети от 6 до 12 лет могут пройти бесплатную диагностику и понять, к какому виду спорта есть предрасположенность. За два часа выполнят 50 тестов. Специалисты измеряют рост, вес, состав тела, оценивают физическую подготовку и внимательность. За два месяца работы центров рекомендации получили более тысячи детей, причем не только из Омска, но и из Москвы, Самары, Новосибирска и Тюмени. Чтобы привлечь внимание к проекту, сейчас специалисты организуют выездные сессии. Ближайшая пройдет 20 июля на семейном празднике в сквере Дзержинского. Между тем, омские спортсмены готовы похвастать очередными достижениями. Они привезли шесть медалей с европейских игр в Минске. Три золотые и три бронзовые. Сегодня они встречаются с журналистами, чтобы подробнее рассказать о своих успехах. В соревнованиях участвовали 4000 спортсменов из 50 стран. Они боролись за две сотни наград в 19 видах спорта. На пьедестал поднялись наши стрелки, аэробисты и байдарочники. В один из омских супермаркетов за покупками пришла акула и тут же прославилась. Зверя засняли на видео. Гроза морей и океанов выбрала необходимые товары. Прилавка с морепродуктами рассчиталась на кассе. После уже в уличной палатке купила арбуз. Видели хищницу на каруселях. Эти ролики сейчас бурно обсуждают в интернете. Одни шутят, что акула охотится за шпротами по акции. Другие предполагают, что таким образом некий веселый человек решил внести немного безумия в городскую жизнь. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. С выходом на пенсию жизнь только начинается. Пенсионеры сегодня стараются вести активный образ жизни и заботятся о своем здоровье. Многие из них активно пользуются кредитными предложениями. Банк Восточный охотно сотрудничает с гражданами старшего возраста и предлагает для пенсионеров специальные кредитные условия. Все подробности в сюжете. 20% всех заемщиков в России пенсионеры. Как отмечают банки, люди старшего поколения все охотнее берут займы. При этом многие из них прекрасно ориентируются в финансовых новинках и ищут более выгодные для себя кредитные предложения. Деньги бабушки и дедушки тратят преимущественно на благоустройство загородных участков и покупку садовой техники, лечение в санаториях. Многие из них еще и автолюбители. Да и подарки детям и внукам им дарить только в радость. Мы всегда рады клиентам старшего возраста в нашем банке. Они, как правило, очень ответственные заемщики и с ними практически не возникает никаких проблем. Они очень грамотно распоряжаются своим бюджетом. Поэтому на летний период мы подготовили для них специальное предложение. Кредит до 100 тысяч рублей с платежом в 3,5 тысячи в месяц. Пенсия – лучшее время, чтобы жить в свое удовольствие. И если для исполнения планов и желаний пенсионерам потребуются деньги, то получить их всегда быстро и удобно можно в банке «Восточный», офисы которого сегодня есть во всех районах города. Екатерина Лушникова, Илья Яковленко, 12 канал. И о погоде. Сегодня, 11 июля, по области в Омске переменная облачность. Температура воздуха в районах днем до плюс 24 градусов. В Омске потеплеет до плюс 26. Ветер юго-восточный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в 14 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok